Всем доброе-предоброе утро! Приехала на работу. Как всегда, сначала погуляем с Чарли. Свежо, скажем так, свежо у нас. Ветер такой ледяной дует. Так что зима самая настоящая пришла. Чарли мой в свитере. Тоже обогревается. Одна улица, не поймешь никого. Сейчас идет мама с дочкой. Дочке лет десять, наверное. Мама идет в шапке, в перчатках, вот такая вся в шарфе. Дочь идет в одной кофте, без шапки, без всего, не знаю. Может быть, они иностранки, они англичанки, по-моему. Может быть, дочка сказала, не буду одевать. Мама и согласилась. Но я бы так не смогла. Знаете, если я мерзну, то должны все мерзнуть. Вот если мне холодно, я и Чарли одеваю, и укутываю мужа ему, и шапку, и шарф. Все, мне не холодно. Я говорю, не важно, одевай. Мне холодно, значит, всем холодно. Ой, вы такие же, наверное, все такие, особенно мамулечки. Ой, так что, вроде солнце светит и ветер такого сильного нет. Но вот если немножечко ветер дует, то все, пипец, как холодно. Ой, стрижка моя под мартышку. Коротко, конечно, очень, но сама виновата. Я и ты, истриги, истриги, не, как говорится, не бойся. Но у меня она ее обстригла. Ну, ничего страшного, через месяц все равно все это вырастет. Она и говорит, так я же рядом живу, и я могу прийти, а я обстриги. Ну, короче, состригла, что вообще, как говорится, материала к работе нет. Ну, ничего, вроде бы так, челочку поставила, красивая, да. Надо еще состричь. Но у меня, знаете, я когда обесцвечиваю волосы, у меня потом прям как аллергия, наверное, голова вся чешется, и нужно какое-то время пройти, чтобы все это вошло в норму. Ну, чтобы еще раз покраситься. Хотя, может, нервы не вытерпят, и еще раз покрашусь. Посмотрим. А пока у нас рабочая суббота. Там вот бегает моя шлятка в свитере своем. Мамо, куда ты полез? Тут кошки еще бегают. Видите, как у нас тут. Не поймешь, какие дома. Там ниже, тут выше. Может быть, этот дом, знаете, и двух- и трехэтажный. Потому что так как гора, может быть, зайдешь сюда, и там лестница вниз-вниз, и там, может быть, и три этажа, и четыре. Не поймешь, как цветочки стоят. Вот тебе фикус, он как растет. Никто его не поливает, никто за ним не ухаживает, а он вон какой вымахал. А я дома сейчас тоже на все цветы забила. Ну, как забила, проверяю, чтобы они совсем уж эти сухие были. А так тоже не поливаю. Ну, оно и к лучшему, наверное. Ну, блин, холодно как. Ой, а мне вчера еще подарок притащили. Представляете, муж был у своей сестры, у другой, которую мы не видели, ну, с королей. И притащил подарок. Мне какой шарф такой, но он не шарф, он как на шею одевается вот так через голову. А ему шапку подарили. Надо вам потом показать мягенькая такая, представляете. Мелча приятна, да. Вспомнили, как говорится. Так что вот такие вот пироги. Там у нас ресторан. Ой, как тут прям вообще холодно, ветер дует. Веночек, смотрите. Упал цветочек. Мы уже отработали. Я закрылась немного пораньше. Кому надо, тот уже пришел. Кому не надо, могу позвонить. Ну, в общем, все. Суббота. Рабочая суббота закончилась. Ты что там, в траве-то ковыряешься? Вот. У нас холодно. Почему-то ее шарфик надо было мне одеть. Но я что-то про него забыла. Ну и про тему холода хотела вам рассказать. Про отопление в Испании. Ну, не за всю Испанию не буду говорить. Потому что в современных домах и в современных городах есть отопление. Но в нашем городе, да и вообще в таких небольших городах, курортных, да, не курортных, отопление такого, вот какого мы понимаем, центрального, его в принципе нет. Такого, чтобы, знаете, была какая-то... Нет, просто солнце в глаза светит. Я нифига ничего не вижу, куда иду. Деревня. В общем, отопление такое, как у нас вот в России, да, было, чтобы там на целый район. Такого здесь нет. Я вообще нигде даже не встречала. Даже в Мадриде мы были у родственников, у них тоже нет отопления. Самое большое здесь может быть. Здесь, знаете, у нас даже газа нет. Проведен, не проведен газ к домам. Такой вот природный там или неприродный. Неважно, какой его вообще нет. Как вы знаете, мы покупаем баллоны. К нам хотели в квартиру везти, в старую. Газ. Мы уже все документы сделали. Ну, что-то там приостановилось. И, в общем, у нас в городе, по-моему, ни у кого нет газа. Подведенного прям вот, чтобы в квартире такого нет. И отопление, так как нет отопления. Отапливаются чем? Есть батареи в квартирах, знаете. Их ставят батареи. Чарли там дела делает. Ну, так как дорога такая, скажем, полевая, что ли. Мы не будем ничего убирать. Здесь овечки ходят тоже, дела свои делают. В общем, не отвлекаемся от темы. Батареи могут там поставить, но опять все это, знаете, домашнее. Дома там делаешь, как-то включаешь. И это очень редко. Отапливаются все обогревателями, либо кондиционерами. Обогреватели разные, какие хочешь. И батареи какие-то там масляные. И вот. В общем, разные-разные есть. У нас вот есть как одна такая. Вы видели. Ванная у нас стоит такой помощнее. Он, конечно, греет хорошо. А в спальне стоит как керамический какой-то. Тоже он очень мало ест. Ждет электричество, но и греет тоже не очень. Но он только на долгое время. Вот я как включаю, допустим, часов 10 его. И до утра. Вот когда встаю, оденусь, уже его выключаю. В принципе, здесь холодно бывает. Ну, вот сколько у нас? На той неделе. На этой даже начался два дня холод. Январь. И может быть... Ну, то есть полтора месяца. И за полтора месяца и то холодно. Ну, как холодно? Ну, холодно, конечно, если не обогревать. 16 градусов дома будет. Ну, все привыкшие, в общем. А электричество, оно, блин, самое дорогое. По-моему, в втором месте или третьем стоит по всей Европе по дороговизне. В общем, не дешевое удовольствие. И даже есть такое выражение энергетическое, как это, нищета, что ли, да. Что много людей не могут оплачивать тепло. Ну, и да, если ты будешь, допустим, чтобы достичь до 25 градусов в квартире, это нужно, не знаю, где-то платить 500-600 евро в месяц только за электричество. Представляете, а зарплата 1000-1100. И потом на еду, и вообще... То есть у людей не хватает денег на обогревание. Поэтому закупают пижамы. Я сразу, когда приехала, знаете, для меня было непривычно. То есть у нас не было никаких пижам. Вот, не было никаких носок толстых, да, дома в России. Всегда было отопление. И очень дома жарко. А здесь, когда приехала, я так мерзла. А сейчас привычно. И меня, если честно, жаба драла бы просто включать. Ну, вот меня сейчас дома нету, да. Кому это тепло там, я включу обогреватели. И кому это тепло? Никому. Просто в форточку улетит. В общем, меня жаба дерет включать эти обогреватели. Я лучше одену носки и теплую пижаму. Или там домашний костюм, как хотите так и назовите. Чем включу все обогреватели. И буду обогревать дом. И заплачу в конце месяца супер большой счет. Непонятно за что. За то, чтобы посидеть в тепле. Жадная. На это я жадная. Я лучше на шмотку и страчу эти деньги. Я лучше поеду и куплю себе что-нибудь. Чем в трубу вылетят у меня эти деньги. Так что обогреватель. А обогреваемся мы? Обогревателями. Есть там всякие, знаете. Всякие. В общем, очень много приспособлений. Чтобы, как говорится. И какими-то косточками там жгут. И у многих в домах есть, как их называют, камины. В общем, по старинке. Но в квартирах в основном либо кондиционеры, либо вот эти вот батареи масляные, которые работают от электричества. В общем, вы меня поняли, да? Мы приехали на пляж, как всегда. Сегодня, кстати, намного теплее, чем вчера. Солнце такое прям теплое-теплое. И народу, видите, сразу больше. Вышли погулять. Мы сейчас, в общем, погуляем и поедем. Мне нужен зеленый горошек купить в салат. И, наверное, сливки для взбивания. Чтобы сделать тортик. Бисквит у меня был очень вкусный, вышел. Но он у меня весь развалился почему-то. В общем, шоколадный. Я вообще, знаете, не понимаю, когда он горит. И когда он готов. То есть он покрывается корочкой черной. Я думаю, что он сгорел. А когда достаю, оказывается, он не то, что не сгорел. У меня вообще еще и сырой. Поэтому вот такая проблема у меня с шоколадными бисквитами. И вчера начала доставать. Он у меня развалился. В общем, я слеплю. Я его слепила из того, что было. У меня торт будет называться так завтра. Ладно, буду выключаться, потому что, по-моему, ветер. И я думаю, что меня нифига не слышно. А ты тут мой в свитере такой деловой. Он такой классный в свитере. Иди сюда. Ну и нюхай свои там камушки. Без биситу останешься. Ой, сейчас будет закат. Буквально минут через 15. Солнце очень быстро садится в это время. А шарфик-то я зря не надела никакой. Задувает. Задувает. Сейчас проходила мимо двух бабушек. И вы знаете, здесь все бабушки пахнут одинаково. Есть такая колония. Колония, назову, не нуку. Ну, это для детей, в принципе. Это вот такая колония. Вы знаете, наверное, что такое, да? И вот обычно детей протирают, когда искупают. И чтобы они вкусно пахли, пахло, и им протирают детей. Ну и бабушки тоже. Этой колонией везде все, как бы, не знаю, протирают себя. И после этого они пахнут. И все ни нука. Ой, не могу. Вот сейчас прохожу. Вот действительно, вот прям чувствую. Чем бы они ни душились, но все равно есть запах отдаленный ни нуку. Я не люблю этот запах. Прям есть даже, уже выпускают, допустим, порошок тоже с запахом ни нуку. И вот у меня почему-то сочетается этот запах не с детьми и что-то детское, а с бабушками. Может быть, потому что у меня в основном клиентки все бабушки. Ну, такого же пожилого возраста. Ну, где-то, знаете, процентов 60 у меня все бабушки. Мои клиентки. И вот все пахнут, они одинаково. Ну, это приятный запах. Слава Богу, что они не пахнут каким-нибудь, ну, своим специфическим запахом. Ну, ни нуку мне не нравится. Вот сейчас они проходят такие все, знаете, прихорошенные, в прическах. Все одеты, и запах ни нуку. Ой, смотрите, какая красота. Лепута. Народу прям все немного гуляет. А мы сейчас идем. Я передумала, мы не едем в Меркадону. Мы едем в Алькампо. Там как раз посмотрю фруктики какие-нибудь себе. У меня осталось пару яблок и все. И апельсины. Я апельсины не очень люблю. Я вот мандарины, да, апельсины не знаю. Почему-то они мне не очень нравятся. Знаете, когда пить так хочется сильно. И вот я воду не люблю. И чтобы чем-то напиться, я вот прям беру, режу апельсины дольками и их ем. Типа напиваюсь. Вот. А так, чтобы... Вот мы когда ездили уже давным-давно, да, сюда, кстати, за апельсинами, у меня все еще лежат, представляете. Так что поеду в Алькампо. Там выбор побольше всяких фруктов. Клубнику хочу очень сильно. Прям хочу клубнику всю. И хоть убей. Коплю себе клубнички. И ужинать буду клубничкой. Да, солнце еще стоит. Мы уже второй круг дали. Прошлись так скорым шагом. Ноги горят. Знаете, приехала, когда сюда было холодно. А сейчас уже хорошо. Написано, что магазин Аки закрывается, чтобы потом открыться, как Лерой Мерлин. Ну, в принципе, он уже, это, как одно и то же давным-давно. Ну, типа, наверное, Лерой Мерлин скупил Аки. И сейчас просто они переименовываются. Ну, написано, что здесь большие скидки. Так что... Ну, а где скидки, там и я. Потому что, ну, как это, я и без скидок. Ой, наверное, смотрите, народу много. Наверное, действительно, какие-то скидки. Так что, друзья, будем смотреть. Лазить. 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 не такие уж и большие скидка если они есть то уже товаров никаких нет то есть были там 60 70 процентов скидки но уже этих товаров нифига нету везде обман так что иду валькам за фруктами вот что у нас дано это типа сердце и вот это кусок бисквита в общем из этого нужно делать красивый торт обязательно сделаем а это уже мои покупочки творожки вот такие купила обожаю их мусс творожный он там с вареньем идет очень вкусный йогурты вот такие тоже по моему если не ошибаюсь вот эти были вкусны это мужу пиво клубника вот такая вкусняцкая наверное а иной горошек зеленый сейчас буду в салат добавлю в столичный и будет у меня счастье ну и естественно сливки для взбивания который а яблоки же еще у меня есть вот мои любимые худжи называются худжи яблочко по 50 копеек и представляете у меня видите как бедно покупаю фисташки муж у меня подсел на фисташки все сажал ролик вот ладно сейчас я взобью сливки и попробую соорудить что-то из этого вкусное ну бисквит уже вкусно я сегодня утром попробовал он бесподобный ну и получится красиво чтобы у меня да не получилось разве такое может быть конечно нет это же даже не обдумывается слушайте ну это шедевр какой-то получился и сто процентов вкусный там взбитые сливки шоколад это же шедевр из того что было крошек я его слепила но это же вообще хоть на выставку отправляя ну вообще шикардос о как о какая мастерица прям вообще офигеть все пошел в холодильник остывать торт шоколадный ну были б руки а там все приладится вы так не считаете но вообще жалко есть сливается с красными вот этими штуками а так вообще очень симпатичный такой вот у меня дела я покрасилась я теперь стала цвет мне в принципе очень даже понравился не знаю что там сзади надо посмотреть что там сзади но в принципе и завтра на солнце надо посмотреть тоже но в принципе неплохо мне нравится такой холодный оттенок и волос не становится более нравится в общем красавица красавица этот уже сидит на стрёме чё ты сидишь жорик сейчас чай выпью согреюсь немного холодно холодно зима и буду с вами прощаться до завтра завтра мы едем на барбакова на барбакова испанская песня вот ним с девчонками собираемся проводить старый новый год что-то мы решили у нас завтра будут шашлык мошлык мой тортик но девчонки там тоже наверное какие-нибудь вкусняшек навезут но не наверное точно мы вот так всегда складчину собирается ну как складчину каждый везет первое второе и компот ну то есть мясо салат и сладкое вот так и еды получается много так что подписываемся друзья чтобы не потерять наши посиделочки кстати у нас группа так и называется посиделки всего вам самого лучшего приятных выходных и всем до завтра пока 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 пока